Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Ищите нарколога. Куда сбежала врач скандальной Зайцевой, участница Харьковского ДТП, в результате которого погибли пятеро человек? Свежая порция. Кто, кроме двоих ГРУшников, участвовал в отравлении скрипалей в Солсборе? Новая реальность. В центре Киева снова стреляли. Найден ли виновный на этот раз? Проект госбюджета на следующий год внесут в парламент уже до конца этой недели. Об этом Владимир Гроссман заявил во время форума реанимационного пакета реформ. Он отметил, что правительство ждет от нардепов своевременной и системной работы, а также парламент должен внести изменения в закон маски шоу-стоп, чтобы усилить ответственность силовиков. За давление на бизнес. Есть ряд, пять таких, наиболючих точек, которые мы хотели бы вырежать на этой сессии. Это наш общий порядок денный. Это вопросы, в том числе, и службы в органах местного соревнования, вопросы о плане территории, вопросы административно-территорийного устройства, которые мы внесли сегодня в парламент за обеспечение субвенций на поддержку развития ОТГ. Деньги, выделенные на социальные выплаты, потратили не по целевому назначению. К такому выводу сегодня пришли на заседание счетной палаты. В поле зрения контролеров попали две госпрограммы по преодолению бедности и модернизации соцподдержки. Оказалось, что ни одна из них не выполнена. Инициатором аудита выступил нардеп Каплин. Материалы проверки передадут в Генеральную прокуратуру и НАБУ. Головную увагу Минсоцполитики, Кабмин и социально-экономичный блок уряду мая, звернути передусим на перегляд такого понятия, как прожитковый минимум. Он не должен быть на мизерном уровне, который не позволяет физиологически выжить простой человеке. Другое вопрос, которое рассматривалось, это вытрачение денег на модернизацию социальной политики в нашей стране. Я напоминаю, что уряд позичил у Европейского банка реконструкции и развития 300 миллионов долларов. Ци 100 миллионов из 300, которые получили, по сути, я скажу отверто, и прямо просто разекрали. За счет этих денег должны быть обеспечены социальные программы и бюджетные программы, которые притомлены непосредственно министерству. За счет этого выполнения этих функций должны быть созданы специальные условия доступности людей к социальных благам. Эти деньги были вытрачены на обладания, которые не используются. Двое бойцов были ранены сегодня на Донбассе. Девять раз боевики открывали огонь по позициям военных возле Крымского, Золотого, Новолуганского, Гнутого и Водяного. Не прекращаются атаки и под оккупированной Горловкой. Сегодня под обстрел попала наша съемочная группа. Репортаж Геннадия Вивденко. Это результат вчерашнего четырехчасового боя. Блиндаж попала, пуля противника, начался пожар. В этот момент там находились украинские бойцы. Слава богу, никто не пострадал, однако сам блиндаж уже не могут потушить в течение суток. Это был рикошет зажигательной пули крупного калибра. На укрытие вылили более полутонны воды. Не помогло. Теперь уже все, нежилой блиндаж. Ну ничего, мы отстроимся, все будет хорошо. За военным водителем Виталием враг устроил настоящую охоту. Его работа бесценна для обороны украинских позиций. Ежедневно боец должен вовремя подвозить боекомплект, стройматериалы и провизию. Не дают работать. Только выезжаешь, стараются прострелить. Наглядное пособие, вот смотрите. Вот это вот с СВД. Отъехал буквально 400-300 метров. РПГ, приход. Вот раз, вот два, с этой стороны кабину. Внизу вот борт и вон крыло. Это то, что просто получилось так, что она разорвалась. В его грузовик попадали с десяток раз. Одна машина, ребят много и хочется обеспечить всех. Честно, откровенно скажу, кто смотрит, за себя не волнует, волнует за ребят, за всех. Здесь не было ни дня перемирия. Под оккупированной Горловкой идут круглосуточные бои. Там у них произошла ротация. Первые дни были по рации. По-моему, такие голоса, как якуты, что-то такое. То есть меняются люди, сразу начинается другая обстановка. Обстрелы, проверка, пристрелка. Огонь со стороны противника наращивается постоянно. Время около часа дня. Бойцы шутят. Представители ОБСЕ поехали с передовой обедать. ОГС. Это что? ОГС. Это работа ОГС. Пытаются все равно вас пристреливать, да? Да, они, получается, делают пристрелку. Крупнокалиберные пули уже плотно летят прямо над нами. С той стороны бьет, да? Да, с той стороны. Утес. А вот это что было? Утес, пуля разрывная. Вражеские обстрелы становятся уже невыносимыми. Приказ командования – подавить огонь противника. Готов? Все, давай. Давай еще. Оставлять позицию нашей съемочной группе приходится под плотным огнем противника. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Олег Сенцов написал завещание об этом на своей странице в Фейсбуке. Сообщила сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, он больше не верит в то, что вернется домой, но прекращать голодовку не намерен. Также Сенцов пишет о том, что у него все время кружится голова, не имеют конечности. Я напомню, Олег Сенцов голодает более трех месяцев. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. От госпитализации и лечения Олег отказался. Их было шестеро. Помимо названных двоих подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, участвовали еще четыре человека. Британская пресса раскрывает сенсационные подробности этого расследования. Кто помог разведчикам выйти на исполнителей? Об этом в нашем материале. Сразу несколько британских изданий опубликовали новые данные об отравлении бывшего агента ГРУ и его дочери. Судя по сообщениям прессы, операция в Солсбери оказалась провальной для российской военной разведки. Табло и Дели Экспресс пишут, что раскрыть имена двух подозреваемых помог некий российский агент с позывным Аполлон. Он работал в российском посольстве Время, где собирал информацию о деятельности НАТО. Службе внешней британской разведки Ми-6 удалось его завербовать. Уже после отравления в Солсбери агента перевезли в Великобританию, где он опознал подозреваемых и сообщил их настоящие имена. Четыре месяца спецслужбы изучали маршруты агентов ГРУ. В этой операции были задействованы 250 следователей из Национальной контртеррористической сети. Они хотели проследить, выйдут ли подозреваемые снова из России. Но за все это время загранпаспорта на имена Александра Петрова и Руслан Баширов больше не использовались. На самом деле в операции принимали участие не двое, а шестеро агентов. Об этом пишет издание Daily Mirror, сосылка на свои источники. Еще четверо прибыли в Великобританию примерно в одно время с Петровым и Башировым, но в другие аэропорты. Все шестеро входили в группу под названием «Чистильщики». Резервный состав должен был держать Скрипалей под наблюдением и перекрыть в случае непредвиденной ситуации. Как и в фильмах о шпионах, в истории с отравлением Скрипалей не обошлось без любовной линии. Пресса пишет, что Юлия Скрипаль совершила роковую поездку в Сосбери, чтобы просить у отца благословения на брак со своим возлюбленным. Он якобы работает на одно из подразделений ФСБ России, которым руководит его мать. По данным газеты Daily Mail, романтические отношения Юлии могли быть ловушкой для Сергея Скрипаля. После отравления жених ни разу не контактировал с дочерью двойного агента и сейчас скрывается. Но пока пресса смакует детали шпионских игр, британское правительство сохраняет в молчании, не подтверждая и не опровергая скандальные детали. Ирина Иванова, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Новый повод для конфликта. В Вашингтоне приняли решение закрыть представительство Палестины в США. В ответ последовали заявления. Раз так, то штаты больше не имеют права быть посредником в переговорах с Израилем, а не на его стороне. Дмитрий Анопченко разбирался, к чему все это может привести. В этом здании на Висконсино-Веню в Вашингтоне много лет находится так называемое представительство Организации Освобождения Палестины. По сути, палестинское посольство, поскольку тут и консул работает, и паспорта выдают, только статуса такого не было. После серии публикаций в СМИ, что администрация Трампа вот-вот укажет обитателям этого особняка на дверь, Госдепартамент США подтвердил это официально. Решение принято. Организация Освобождения Палестины не предприняла шагов для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем. Напротив, ее руководство осудило мирный план США, который оно даже не видело. В связи с этим и с учетом озабоченности Конгресса администрация приняла решение о закрытии отделения ООП в Вашингтоне. В Госдепартаменте, говорят, весь этот год пытались усадить Палестину и Израиль за стол переговоров. А когда этого не случилось, то и решились на крайние меры. В том числе, сделав то, о чем давно неофициально предупреждали, попросив палестинцев, базирующихся в этом здании, паковать чемоданы. Параллельно перекрывают финансирование. В прошлом месяце отменили выплату 200 миллионов долларов в рамках программы помощи жителям Западного берега и сектора газа. Свернули финансирование ООНовских программ на Ближнем Востоке. А просто на этих выходных заморожены 25 миллионов долларов, которые Америка тратила на медицинскую помощь палестинцам в госпиталях Израиля. И это уже не просто пересмотр политики Обамы. Это и для Трампа новая политика. И еще только баллотируясь, Дональд Трамп делился со своим ближайшим окружением. Мол, хочет войти в историю как президент, который положит конец этому конфликту, при котором Палестина и Израиль наконец-то разделят территории и подпишут мирный договор. Но реальность оказалась куда сложнее, чем он представлял. И сейчас, судя по всему, Соединенные Штаты меняют политику. Перестают быть над схваткой, перестают претендовать на роль арбитра, а наоборот, четко и однозначно становятся на сторону Израиля. И закрытие палестинского представительства лишнее тому подтверждение. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В Днепре задержали участника АТО и блогера Валерия Ананьева. Его подозревают в избиении одного из посетителей спортзала. Конфликт этот произошел еще в 16-м году. Тогда же начали уголовное производство. И, как уверяют в полиции, все это время Ананьеву отправляли вызовы к следователю, но он их якобы игнорировал. В апреле этого года Ананьева объявили в розыск. Сегодня должны были избирать ему меру пресечения, но до суда так и не дошло. По словам блогера, он подписал с пострадавшим мировое соглашение. И он должен был забрать заявление из полиции. И сегодня же Ананьева отдали на поруки народному депутату. У нас был конфликт с ним. У нас не удалось встретиться. В том числе через работу следствия, потому что я не знал вообще про эту справу. Мы сейчас с ним встретились и все решилось. Все. Инцидент вычерпано. За несколько дней до презентации с ним связывались сотрудники полиции, которые сообщили ему, что под час пребывания в городе Дніпро, чтобы он появился до полиции. Однако, на жаль, до презентации он проигнорировал этот звонок. Его отпустили на поруки народного депутата. С ним были переведены ответы следственные действия. Отопительный сезон под угрозой. Срыва, об этом заявляют газовики. По их словам, на многих предприятиях попросту не хватает денег, за чего не реконструируют сети и люди пачками увольняются. Все подробности узнаем от Юлии Жешко. Вот на таких автомобилях газовики Черниговгаза выезжают на вызовы. Всего таких машин здесь четыре. Рабочие говорят, что техники им хватает. При этом за последние полгода с предприятия ушли почти 200 человек. Причина массовых увольнений – мизерная зарплата. Учитывая, что на предприятии работают чуть более двух тысяч человек, кадров не хватает. Но как выйти из этой ситуации, не знают. Дефицит кадров становит 20%. Уже почти 400 вакансий у нас в Вильню. Натомисть НАК «Нафтогаз» выписывает себе премии миллиарды. А в нас наш речный фонд заработной оплаты на 2000 противников наразе становится 207 миллионов. Недостаточность финансирования, изношенность сетей и большой дефицит опытных кадров. На основании всего этого мы хотим сказать о том, что нужен пересмотр какой-то доли тарифа. Чтобы прояснить ситуацию, обратились к политикам. Предприятие посетил народный депутат Юрий Бойко. Разговор с коллективом вышел непростым. Только после смены власти мы сможем изменить эту ситуацию. Сегодняшняя власть не намерена поднимать вам зарплату. Говорю это полностью ответственно. Вы воюете с собственниками Болгазу. Причем здесь люди? Причем здесь люди, которые должны каждый день выходить на линии, от которых зависит безопасность. По словам работников, они получают не больше 4000 гривен. Молодежь за такие деньги работать не будет. Да, смотрите, у вас средняя. Ну, средняя, но у слесаря, я говорю, 5. Да, и 5, и 4. Ну, а очень много стоит старого оборудования. А давайте вспомним, когда у нас техническое переоружение в последний раз было. В то же время на заоблачных тарифах наживается газовый монополист, говорит Бойко. Могу ответственно вам сказать, что сегодня руководство газовой отрасли, оно управляется даже не премьером или президентом страны, а управляется извне. Они ходят в американское посольство и получают там все указания. Они все это взяли, собрали у себя. Облгазы посадили на нижайший такой тариф, чтобы только как бы не померли, говоря бытовым языком. А себе забрали сверхприбыль вот эти. И рассказали, что это реформа газового отрасла. Усугубляет ситуацию и долги за потребленный газ. Во всех регионах нашей страны есть проблемы с задолженностью за газ. И они связаны не с тем, что люди не хотят платить, а люди просто не в состоянии платить такие тарифы, которые там задрали для них. Люди не в состоянии оплачивать вот этот вот космос. И, соответственно, возникают долги, а заложником становится опять-таки население страны. По словам оппозиционеров, чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо снизить тариф на газ для населения. И сделать оформление субсидий более доступным. Юлия Жашко, Андрей Ярковой. Подробности. Телеканал Интер. Холодный душ для «Нафтогаза». Несколько десятков активистов сегодня пикетировали киевский офис компании «Монополист». Они требовали возобновить подачу газа в столицу и дать людям горячую воду, без которой еще с весны осталась треть жителей. Тогда «Нафтогаз» выдвинул Киеву ультиматум и потребовал рассчитаться по долгам. Сегодня активисты устроили банный день возле офиса. «Те, что сьогодні делает руководство «Нафтогаза» на челе с Коболевым, это знущение над украинцами, что до цін на газ. Еще больше знущение персонально над мешканцами столицы, над киянами, у которых нет горячей воды. Каким просто через то, что «Нафтогаз», зарабатывающие миллиарды, отмазывается, ставлячи киян заручниками, сплатить борги ТЕЦ». «Мы знаем про космические зарплаты в 3 миллиона гривен, которую себе прописал Коболевым. Мы знаем про премию 45 миллионов евро, которые вытягнут из кишени украинцев «Нафтогаз». Мы хотим почитать, по-перше, про них ответы и, по-друге, высунуть свои требования. То-то, первое, это извилие Коболева, по-друге, это включение горячей воды в Киеве». Но компромисс все же нашли. Депутаты Киевсовета сегодня проголосовали за признание части долга перед НАКОМ. В город администрации заявили, что это позволит заключить с «Нафтогазом» новый контракт на поставки и избежать срыва отопительного сезона. Химическая промышленность Украины нуждается в новой стратегии развития. Отрасль находится в тяжелом состоянии, бюджет недополучает миллиарды долларов, а специалисты уезжают за рубеж. Как можно выбраться из этого кризиса, выяснил Александр Васильченко. Миллиардные убытки в гусказне, потеря мощностей, отток специалистов за границу – таковы реалии сегодняшней химической отрасли. К слову, с 2012 по 2017 годы промышленность покинули 50 тысяч человек. Экспорт химпродукции сократился с 5 до 1,5 миллиардов. Тем временем значительно увеличился импорт химсырья. Ежегодно Украина потребляет минудобрений на 9 миллиардов долларов. Из них только на 2 миллиарда – закупки у отечественных производителей. В Союзе химиков утверждают, могут конкурировать с импортерами по качеству, но не по цене. Вся беда в том, что мы имеем свой газ и имеем практически самую высокую цену на газ в Европейском Союзе. У нас сейчас газ на задвижке, вот я 5 дней назад разговаривал с директором Северодонецкого азота, у него газ на задвижке 417 долларов. 417 долларов. Вы слышали, в Турции 200, у россиян 80. Как-то будет с ними конкурировать. Почему и продукция российская заполонила наши рынки. Эксперты говорят, красная цена газа для промышленности – максимум 200 долларов. Нам нужно создать условия для того, чтобы нормально работала отрасль. Здесь правильно стали вопросы. Ведь нельзя же жирует один нафтогаз Украины, а промышленность ложит. А нам с вами, как говорили, для чего повышаем цену на газ? Для того, чтобы мы смогли саккумулировать деньги и увеличить добычу газа. А добыча газа падает. Ну, это парадокс. Вы добываете столько газа, сколько вы добываете Украина, да? И при этом будет настолько импортозалежным по химической промышленности. К слову, эксперты утверждают, Турция, имея такие же, как в нашей стране, мощности, нарастила объем химпромышленности на уровне 14%. Впрочем, отечественные ученые говорят, разработанная стратегия уже в ближайшие два года может дать неплохой результат. Мы сможем где-то выйти на показник 8,2. А в принципе, европейские нормы, нормы промышленности развитых стран, это где-то от 8 до 16%. Цели, которых мы хотим досягнуть, как приклад Туречкина, еще раз повторю, Туречкина в 2017 году выработала 48 миллиардов долларов продукции нафтохимической галузе. Для сравнения, это почти наш весь обсяг экспорта товаров из Украины. Это равнозначно. Одна галузь Туречкина выработает продукции стихи, которые Украина экспортует вообще за год. Новая стратегия развития химпромышленности в Украине рассчитана на ближайшие 11 лет, до 2030 года. Она подразумевает уже в течение первых двух лет уменьшение импорта на 50%, увеличение сбыта на внутреннем рынке отечественной продукции до 40% и рост экспорта до 30%. В свою очередь, это позволит увеличить количество рабочих мест на 25 тысяч сотрудников и нарастить поступление в бюджет более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но все это сможет заработать, утверждают эксперты, исключительно в условиях здоровой конкуренции и стабильного бизнес-климата. То есть, когда мы говорим о рынке готовой продукции, про конкуренцию, то не должно быть демпингового импорта, то нужно с этим бороться. Когда мы говорим о рынке сырованит, то не должно быть, скажем, деформованы, деформации на основных рынках. Это рынок газа, это рынок железных перевезений. То есть, тут должно быть, оно отвечает экономическим реалиям. По итогу встречи Союз химиков Украины и Федерация работодателей решили обратиться к премьер-министру Владимиру Гройсману. Мы хотим четко показать и уряду, и общество, что мы получим в результате реализации этой стратегии. В частности, создание рабочих мест, в частности, отрицание до бюджета, увеличение экономики, увеличение суммежных галузей. То есть, я хочу подкрасить, мы не просим денег, мы не просим поддержки. Мы хотим створить таким образом стимулирующий комплекс заходов по развитию галузей, который бы в первую очередь дал экономический эффект для государства. В свою очередь, представители химической промышленности уверены, правильная стратегия позволит уже в ближайшие годы привлечь инвестиции в Украину и пополнить госказну на миллиарды долларов. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности, телеканал Интер. Сотрудники управления защиты экономики в Кировоградской области давят на местных депутатов-оппозиционеров. Об этом заявляют сами избранники. На одном из заседаний представители фракции ОПО-блока предложили заслушать отчет руководителя этого управления и начальника отдела. После чего начались неожиданные визиты к депутатам, которые инициировали проверку. В частности, Анна Нижникова сообщила, что в школу, где она работает директором, явились проверяющие и потребовали документы. Но поскольку официального запроса не было, она отказалась их предоставлять. А уже сегодня она получила приглашение для дачи показаний по уголовному делу. Я не знаю, даже про что она, и с какой датой. Но я спросила у мужчин, и мужчин, которые ей вручали, сказали, что криминальное управление с сегодняшней датой. Но на какие дии и с какого вопроса, мне не понятно. В нашей Кировоградской области, с приходом такого псевдо-начальника, как Духнов Володимир, тиск чувствуют не только депутаты. На сегодняшний день никто в нашей области не застрахованный от того, что завтра относительно него не будет сфальшовано криминальное управление. И если он не платится на месте, эту справу не будет направлена на суд. До нас массово обратятся адвокаты и несут відомостей относительно агентов, хабарников, зеков, которые имеют криминальное минулое и принимают участь в качестве заявников по различным справам. И депутаты нашей политической партии уже вызываются на допыт в качестве свидетельств. Мы будем отстанавливать свою позицию и права в судах. Аграрное рейдерство в Одесской области достигло угрожающих масштабов, а местные власти не хотят или не могут с этим бороться. С таким заявлением на сессию облсовета выступили сегодня представители оппозиционного блока. По их словам, люди, которые пытаются сопротивляться, подвергаются репрессиям со стороны силовых структур. Оппозиционеры привели в пример своего коллегу-однопартийца Анатолия Чередниченко. И напомню, в начале июля в Измаильском районе депутат облсовета заступился за женщину, чьи сельхозугодия пытались захватить. В итоге его жестоко избили, и вот теперь предприятие Чередниченко подвергается постоянным проверкам. ОПА-блок обратился к губернатору и прокурору Одесской области с просьбой разобраться в этой ситуации. После того, как я выступил, заступился, у меня начались колоссальные неприятности. Во-первых, у меня начались три проверки, три проверки, и на подходе четвертая проверка. На сегодняшний день мы парализованы работой предприятия, подорвана репутация его. То, что касается Чередниченко, если такое творится с депутатом областного совета, и ничего не происходит, то о чем говорить с простыми другими гражданами, кому они могут обращаться. Кроме того, что его избили, и не наказаны виноваты, развернута кампания дезинформации в отношении нашего коллеги. Это сделано было в ответ на его гражданскую позицию по противодействию райдерства. Полиции удалось найти стрелка, который сегодня днем ранил девушку в центре столицы. Свидетели запомнили, из какого окна прозвучал выстрел. Когда правоохранители пришли с обыском, оказалось, что оружием воспользовалась 60-летняя жительница этого дома. У нее изъяли патроны и пневморужье. Женщина призналась, что ее возмутило поведение молодой пары на улице. И поэтому ничего лучше, чем нажать на курок, она не нашла. В результате девушка получила ранение в плечо, сейчас она в больнице, а вот бабушке со слабыми нервами за такие воспитательные методы теперь грозит 7 лет тюрьмы. В деле о Харьковском ДТП, в котором погибли 6 человек, пропал свидетель. Врач-нарколог, которая осматривала главную подозреваемую Елену Зайцеву и писала заключение о ее состоянии после аварии, попросту исчезла. Не явилась она и на сегодняшнее заседание суда. Последний свидетель, которого должны были слушать в суде по делу Елены Зайцевой, врач-нарколог Елена Федирко. Именно она осматривала водителя «Лексуса» Елену Зайцеву после ДТП. Точного ответа, была ли та под действием наркотиков или нет, экспертиза не дала. Нашли лишь остатки опиатов. Но каких именно и в каком количестве узнать не удалось. Провести вторую часть экспертизы не смогли. Не хватило биологического материала. В середине июля доктор Федирко пропала, с работы уволилась и якобы уехала на неподконтрольную территорию. Ухвала судов о установлении сезония не выполнена. Свидетель, что судовое седание не доставлено. Несезония сезония не установлена. Представители потерпевших настаивают. Есть основания подозревать, что Зайцева употребляла наркотики перед тем, как сесть за руль. Адвокаты Зайцевой объясняют, остатки опиатов – это выпитая накануне таблетка пенталгина. Они тоже ищут нарколога. И принесли в суд видео с нагрудных камер полицейских. На нем видно, как Зайцеву ведут для забора анализов, а затем к наркологу. Врач Елена Федирко из другого конца кабинета задает пару вопросов и, не осматривая Зайцеву, пишет заключение. При этом болтает с подругой. Сестра у нас с коробой. Зайцева не приближалась до стола данного литеря. Поэтому, вообще, отсутствующий был огляд. В общем, отсутствующий. После увиденного судья попросил следователей еще раз попробовать разыскать и привезти в суд нарколога Елену Федирко. Уж слишком много накопилось к ней вопросов. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Трасса Николаев-Кропивницкий блокирована. Жители Васиятского возмущены состоянием дороги, которая идет через их село. Говорят, ее попросту нет. Отремонтировать покрытие чиновники обещали не раз, но ВОЗ и мы не там. Все подробности расскажут мои коллеги. Трасса Николаев-Кропивницкий. Одна из самых убитых в стране. Утром возле села Васиятское местные жители вышли на акцию. Установили палатки и перекрыли движение. Если вы найдете дорогу, то покажите, что это дорога, потому что мы ее не видим. С Кировограда до Николаева дороги нет. С Кировограда дороги нет. Про какую дорогу была каида? Считается международное направление. Это просто направление. Ямы одна за другой. Выбоины и полное отсутствие асфальта. Если выпадает снег или идет дождь, водители эту дорогу предпочитают объезжать окольными путями. Вот сейчас вызови скорую, она не поедет по грунтовой. А по этой дороге она и идет одну годину 35 минут. Блокируют эту трассу с требованием немедленно провести ремонт не впервые. В марте чиновники уверяли, работы начнут уже в этом году. Из госбюджета даже выделили деньги – 300 миллионов гривен. Но ничего не поменялось. Сказали, что проходят тендеры, и работа будет продолжаться. Здесь трасса будет ремонтироваться. Мы надеялись, что они нам отвечают за свои обязанности. Но так сталося, что они забрали кошки почти всю сумму. Осталось 500 тысяч, и что-то 500 тысяч. В областной службе автомобильных дорог объясняют, чтобы выделенные миллионы не пропали, Укравтодор решил перебросить их на другие объекты. А все из-за того, что участники тендера пожаловались в антимонопольный комитет. Дескать, процедура конкурса не была соблюдена. В МКУ начали расследование, и все застопорилось. На сегодняшний час Державный антимонопольный комитет Украины рассчитывает скаргу подрядной организации Полтавы, БУД-Центра. Когда этот торжественный момент настанет, и с какими выяснениями будут наданы антимонопольным комитетом, мы можем только что-то себе придумать. Помимо жителей Воссиядского, на акцию вышли люди из двух соседних сел. И тоже заблокировали трассы. Из-за этого образовались многокилометровые заторы. Но пикетчики неумолимы. Говорят, акция бессрочная. Транспорт не будут пропускать, пока дорожники не начнут ремонтные работы. Андрей Кровец, Елена Брынза, Марина Михайловская. Подробности, телеканал Интер, Николаевская область. Петр Порошенко встретился с послом США по особым поручениям, Самуэлем Бронбеком, который приехал накануне в Украину с рабочим визитом. Порошенко подчеркнул, религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности и говорит о высоком уровне толерантности нашего общества. Президент также поблагодарил американскую сторону за поддержку украинского государства. В Ривенской области на трассе Киевчо перевернулась фура и полностью заблокировала движение. Водитель пытался обогнать другой грузовик, не справился с управлением. Многотонная машина завалилась на бок и перекрыла все четыре полосы. Как сообщают в ГСЧС, чтобы поднять фуру, пришлось задействовать 6 единиц спецтехники и 22 спасателя. В крови жителя Черновцов, который был за рулем, обнаружили 2,64 промилле алкоголя. Это в 13 раз превышает допустимую норму. Мужчина выпил как минимум две бутылки водки. Ни виновник ДТП, ни водитель второго грузовика не пострадали. За допомогою автокрана и тягача аварийно-рятувальной частины Держслужбы зазвичайных ситуаций, рятувальники спочатку подняли кабину вантажевки, потом сам причип, а уже с водом и автомобиль ман. Через то, что вантажевка перекинывалась, трапился вытек палубом из стильных материалов. Поэтому огнеборцам довелось их смывать. Очередная акция протеста возле здания на ПК. Активисты требовали отчета главы агентства Александра Мангула по делу о нарушениях в декларации Андрея Павелка. В чем обвиняют главу Федерации футбола? Об этом в материале. Если одно нарушение коррупционное, его нужно расследовать, и человек должен понести наказание. А тут 11. Именно столько нарушений сотрудники НПК нашли в декларации главы ФФУ Андрея Павелка. Но соответствующие протоколы правоохранительные органы антикоррупционеры отправлять не торопятся. НАСК должен был передать эти документы в суд, в генпрокуратуру и так далее. Уже пятый месяц заседают в будивле НЗК, найдут далее до соответственных органов. По мнению общественных активистов, затягивание процесса не случайно. В 16-м году Федерация футбола отправляла гостей во Францию. То есть заказывали чартерный рейс, самолет. И среди этих гостей был Мангул. За него заплатили деньги, чтобы он поехал. И это доказывает дружественные связи между Павелка и главой агентства Мангулом. После небольшого пикета активисты решили устроить очную ставку с главой НПК Александром Мангулом. Для этого даже к чиновнику на прием заранее записались, но безрезультатно. Уже неоднократно здесь стояли и спрашивали Мангу относительно этих деклараций, но ответа мы так и не получили. Подобные акции протеста общественники устраивают не первый раз. Срегистрировали даже петицию на сайте президента с просьбой проверить растраты и довести следствие о присвоении более 160 миллионов гривен до логического завершения. По данным активистов, глава ФФУ нарушает правила игры, в частности при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием. Компанія ФФУ продакшн, которая имеет непосредственно отношение к Андрею Павелу, выиграет тендеры на штучное покрытие из постели штучных полей. Эта компания не выготовляет покрытия, а закупает их за межами Украины, за межами территории Украины. По заниженных тарифам, но в декларациях и в звитах она указывает, что выготовляет их на ФФУ продакшн и продает их по завершенной цене. Таким образом, наносит взбитки бюджета Украины. Не проблема ей выделить деньги на их строительство, ведь Павелка можно назвать настоящим должностным магнатом. Вопреки украинскому законодательству он занимает сразу несколько высоких должностей. Президент ФФУ, народный депутат и глава бюджетного комитета Верховной Рады. Махинациями чиновника уже заинтересовались в агентстве по борьбе с коррупцией. В НАБУ также открыто криминальное проведение, в котором фигурует Андрей Павелку, про раскладывание бюджетных костей, для строительства и покрытия, штучные покрытия стадионов, которые сейчас находятся на территории Украины. Активисты уверяют, подобные акции протеста будут проводить до тех пор, пока НАЗК их не услышит. Константин Редин, Леонид Аборин, подробности телеканал Интер. Предъявите справку о зарплате. В Германии ищут работодатели, которые недоплачивают своим сотрудникам, либо принимают на работу нелегалов. Как проходит операция, узнаем от Татьяны Лагуновой. Пекарни, рестораны, службы такси, стройки и логистические компании. Сотрудники таможенной службы Германии проверяют малый и средний бизнес. Операция национального масштаба. Задействованы 6 тысяч оперативников. И ищут они недобросовестных работодателей, которые недоплачивают своим сотрудникам. Минимальная заработная плата установлена законом. Но есть работодатели, которые пытаются мошенничать. Поэтому и важно проводить такие превентивные проверки. Мы показываем, что можем появиться в любой момент. Минимальная зарплата в Германии – это не ежемесячный, а почасовой доход. Ее размер утвердили на законодательном уровне всего несколько лет назад. Немецкая минималка – это 8 евро 84 цента в час. Платить сотрудникам меньше работодатели не имеют права. Нижний порог заработной платы официально ввели в январе 2015-го. И открыли телефон горячей линии, чтобы люди, которые ее не получают, могли пожаловаться на своих работодателей. Нынешняя операция продлится два дня. Это первая централизованная проверка бизнеса, но не последняя. По оценкам экспертов, из-за нарушения закона о минимальной заработной плате, бюджет страны недополучает до миллиарда евро налогов в год. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Какой военной техникой может похвастаться Южная Корея? Зачем робот-трансформер разгуливает по улицам Пекина? И что итальянские археологи нашли в подвале театра? Обо всем этом в нашем обзоре. В Южной Корее представили военную технику на выставке обороны. Презентация прошла в городе Пхочхон, неподалеку от демилитаризированной зоны. В горной местности выполняли маневры десятки танков, вертолетов. Военные взрывали ракеты. Главная задача выставки – показать мощь Южной Кореи противникам. Еще один парад к 70-летию основания КНДР. На площади в центре северокорейской столицы тысячи людей маршировали с факелом в руках. Они перестраивались, чтобы сформировать различные фигуры. И параллельно выкрикивали коммунистические лозунги. Шел парад около часа и закончился салютом. Празднование годовщины основания КНДР продлится месяц. Житель Китая создал боевого робота-трансформера. Из гуманоида тот превращается в танк. В этом режиме он может вместить двух человек – пилота и пассажира. Тестирует робота мужчина на улицах Пекина. Чем привлекает внимание прохожих? На прогулке трансформера мужчина получил разрешение полиции. Несколько редких золотых самородков нашли под землей австралийские шахтеры. Самый большой весом почти 100 килограммов. По словам геологов, он содержит не менее 70 килограммов чистого золота стоимостью 3 миллиона долларов. В целом золотой улов оценили почти в 11 миллионов. До сих пор эту шахту не считали золотоносной. А в итальянском городе Кома археологи в подвале местного театра обнаружили амфору, в которой было около 300 римских монет. Находилась она на глубине 1 метр. Эти монеты чеканили в 5 веке нашей эры. По словам археологов, сохранились они прекрасно. Северное сияние прошлой ночью озарило небо на севере Финляндии. В городе Рованье запечатлеть его собрались и фотографы. Говорят, такое роскошное сияние ознаменует хороший сезон для любителей этого явления. Полярное сияние – это свечение заряженных частей Солнца. Чаще всего его можно увидеть в верхних широтах обоих полушарий Земли. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.